Почему это не подвиг? Это работа. Эти двое парней до сих пор не осознают, что спасли чью-то жизнь. Студенты педуниверситета на летние каникулы устроились матросами-спасателями в Благовещенской ГОЧС. Одна из дежурных смен на городском пляже стала для них испытанием на прочность. Менялись, как Артем уже сказал, я должен был идти патрулировать пляж. Артем, стоять на вышке, смотреть. Во время пересменки услышали крик женщины, тонут. Подбежал еще молоденький мальчик, лет 10, сказал, что тонет. Но мы сразу побежали, нырнули за ним. Как выяснилось, в реке тонул молодой парень. Спасатели рассказывают, что действовать надо было быстро. Незнакомый мальчишка уже наглотался воды и начинал уходить на дно. Ребята не спасали и за секунды предотвратили трагедию. Уже на пляже подросток пришел в себя, поблагодарил за спасение и ушел. А эти два благовещенских студента еще раз доказали, что подвиг может совершить каждый. Мы даже не думали, что с нами будет. Спасли его и все. Стресс, конечно. Егору Агафонову всего 20, из которых два года он помогает людям пожилого возраста. Студент медицинского колледжа входит в состав волонтерского движения, которое создано на базе учебного заведения. Вместе с такими же, как он, единомышленниками, они убирают квартиры пенсионерам, рубят дрова, вскапывают грядки на огородах. Причем делают все это не по приказу руководства колледжа, а по собственной инициативе. Иногда были такие ситуации, когда нас просто звали, заявку делали, мы приходили к той же бабушке, она напечет пирожков, говорит, мне не нужно сегодня не убираться, ничего, давайте посидим, поговорим. Мы попили с ней чаю, полистали ее фотографии, она рассказала нам о жизни. И это тоже здорово, даже какая-то такая моральная поддержка. И когда ты видишь отдачу, когда ты уходишь от этого человека, у него уже горят глаза совсем по-другому, нежели когда ты к нему приходишь. Это очень мотивирует продолжать свою деятельность. Имена победителей конкурса назовут в ноябре, в каждой номинации выберут одного. Но даже без наград и дипломов, все номинанты уже герои. Благодаря им спасена чья-то жизнь, а у кого-то она стала, пускай и на короткий миг, но все же немного светлее. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.